Пятый канал представляет Парень, сейчас, сейчас терпи На живой, на полюстровском 39. Срочно скорую нужно Подозреваемый скрылся Сейчас, терпи, 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 терпи Стой! Стоять! Не подходи! Еще один шаг, я ему головку перережу! Не рыпайся! А? 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 Так, давай к черному ходу, вдруг он оттуда уйти решит Кто старший? Капитан Уваров, угрозыск, дежурный по району Майор Фирсов, сколько заложников? План здания Отец Здание напротив, займи позицию Планцет Давай на крыше выясни, есть ли доступ внутрь Стуча, блокируй заднюю дверь Командор, я на крыше Командор, я на крыше Командор, я на крыше Входов в помещение нигде нет Но есть электроузел для подключения видеонаблюдения Под логотипом контрконтроль Ты че? Можем подключиться к камерам внутри Ромео, хватай оборудование, дуй на крыше Судя по словесному портрету Преступника зовут Гена Ковыль Редкостный упырь, наркоман, гопник Но его давно закрыть хотели Все никак не попадался Ноги умерли Рот закрой, молчи, сиди Че пиолетов? Пионер, есть картинка Так, у меня две новости Начну с плохой Объект вооружен и машет пушкой А хорошее? Объект у входа Рядом с кассой Заложники там же все живы Что задумали? Эффект неожиданности Быстро зайдем и отсечем его от заложников Отец У тебя остались травматические патроны? Возможно, они тебе понадобятся Туча, давай заряд Сержант, отойди в сторонку На счет три Наконец-то! Вытащи меня отсюда! Раз, два, три Они идут тебя убивать Задняя дверь прямо сейчас Да ладно! Объект обезврежу Врубай свет Двухсотый чисто Пионер, ты как? Пионер Пионер Крупье, срочно скорую Пионер, скорая едет Пионер, все будет хорошо Пионер! Пионер! Пионер За мечты и за жизни За все, что свято в нас По приказу от числы Работает Свет с нас! Долго, очень долго Ну, тебе, конечно, виднее У тебя предки-хирурги Ну почему так долго? Слушайте, ну сколько они там? Часа четыре? Все штатно Я думал, пионер неуязвимый Сколько раз мы уже огребали Каждый из нас по пулю схватил А ему хоть бы хны Да слушай, все нормально будет Меня дольше оперировали Ничего, как новенький Есть новости? Пока нет, ждем Я все равно не понимаю Как этот утрак понял, что вас у задней двери нужно ждать? С чего вдруг он решил пойти к задней двери? Ребят, ну можно потише? Идет операция Как он? Я бы сказала, повезло Чуть ниже и пробило бы грудную клетку в области сердца И вот тогда было бы совсем плохо А сейчас жизненно важные органы не пострадали Слава Богу Но ведь это еще не все, правильно? Да Повреждены крупные сосуды И нервные стволы Сейчас бригада и нейрохирурги пытаются все восстановить Но пока прогнозы давать рано Главное, жить будет Околемались? Околемались? Сестра! Сестра! Да чтоб тебе Слушайте, тут вокруг вас это Танцы с бубнами танцуют Каждые пять минут подбегают Поэтому не переживайте С вами тут точно все будет хорошо Хорошо Звонил в игру розыск Короче, этому наркоману перед штурмом кто-то позвонил Я же сказал, что не мог просто так туда вдруг ломануться Его кто-то предупредил Так откуда звонили? Пусть адрес вышлю, то мы погнали Достынь, симка хоть на него и оформлена, но звонил кто-то другой Вот кто вопрос? Симку сразу уничтожили после звонка Давайте найдем урода, я лично мухарю начищу Мама не узнает Богатов на минутку Операция шла пять часов Главное было аккуратно сосуды ушить и все нервные стволы восстановить И хирурги все очень хорошо сделали А то, что ты сейчас чувствуешь слабость, так это нормально после такого Кстати, Вить, тебе пока есть нельзя, только бульончик А то мы ближе к обеду его принесем А вот завтра Что у меня с рукой Спасибо Пострадали сосуды и нервы Пострадали сильно Нейрохирурги и сосудистые буквально все по кусочкам собирали Ты же понимаешь, выстрел в упор Я вообще пошевелить не могу Вить, ну ты пока от наркоза не отошел Я помню себя после операции Я сутки ничем пошевелить не могла Не требует себя слишком многого, хорошо? Света, я конечно не врач Но раненых бойцов видел всяких и много Рука может болеть, даже очень болеть, может трястись, плохо слушаться Но слушаться Пока это все в пределах нормы А вообще восстановится Должна Ни о каком параличе речи не идет, я тебе клянусь Но определенные двигательные ограничения Сколько процентов на восстановление? Пятьдесят? Сорок? Тридцать? Свет? Десять, пятнадцать процентов Но сейчас нужно настраиваться на лучшее Ты выжил и это главное Присаживайся Ты самый старший в тряфах И по возрасту, и по опыту Временно принимаешь командование группой Товарищ полковник, Пряников тоже капитан И опыта у него не меньше Богатов, если ты считаешь, что я позвал тебя, чтобы посоветоваться, ты ошибаешься Товарищ полковник, Олег Владимирович При всем моем уважении, ну я не могу, мне жена не простит Но вы же знаете мою ситуацию А мою ситуацию ты знаешь? Кого я поставлю? Тучу? Да, он хороший опытный боец, но ты сам знаешь, он слегка раздолбай И он не стратег, это главное Я не вижу его командиром Но есть ведь не только мы с Пряниковым А кто тогда? Агеев? Он нерешительный и склонен к самоедству, он не выдержит А, Колодин Надеюсь, мы оба понимаем, что он вообще не вариант Он в Собре меньше года Ты серьезная? Хочешь, чтобы он тобой покомандовал? Олег Владимирович, я просто Да ты сам подумай, нет вариантов Дать вам другого командира, так на притирку уйдет сколько времени А боевые задачи нужно решать сейчас Разговорился я что-то Это приказ Богатов, иди принимай командование Есть Черт У вас, говорят, огнестрел Напали что ли? В разборке С чего ты взял, что я бандит? Скорее наоборот А я-то думал, что вы авторитет какой-то Ну, раз тут все вокруг вас на царлах бегают На работе пострелили Вроде того А меня ножом поднули, прикиньте Иду домой с работы вечером Захожу в арку, а тут этот перец подбегает Бобосы, говорит, сюда Ну, я перепугался так Еще ножом так передо мной размахивает Я вообще не понял потом, что произошло Больно так стало, но я думаю, что от нервов там что-то защемило у меня Я ведь только потом кровящее-то увидел А он давал мне по карманам вообще шарить Там, кошелек, ключи, телефон Все забрал, все Еще пошил меня так елозил Ну, видимо, цепочку искал Наполюстровская была Да, а вы откуда знаете? Выходит, мы с тобой не просто соседи по палате Нас с тобой сюда один и тот же урод уложил Серьезно? Офигеть А вас Виктор зовут? Я Данила День добрый Ну, не для всех, как говорится Осторожно А что, настолько все плохо? Ну, посмотрите Сурово с ним обошлись Тело обнаружил сантехник Конец стопительного сезона Пришел проверить трубы на максимальное давление А тут вот такое давление обнаружил Получается подвал был открыт? Что сказал сантехник? Ну, он сам нам и позвонил И дождался Простой парень, он сейчас у мастера участка Я попросил его дождаться вас Что по трупам? Пытали? Еще как Я же говорю, максимальное давление Били, резали Потом решили использовать другой способ На локтевом сгибе есть свежий след от укола И наркотики Пытали разговаривать с помощью химии Что при нем было? Документы, телефон? Только вот это Справка об освобождении Требушного Анатолия Антоновича Отсидел 12 лет Откинулся позавчера Как говорится, на свободе было хорошо Но недолго Требушной Это швейцарец Тяжело Тяжело Бывало и легче Качаетесь, наверное Боксом еще, да, каким-нибудь занимаетесь Типа того А я в детстве хотел на каратэ пойти Но что-то как-то не собрался Может зря Сейчас бы здесь не лежал Слушайте, а может вы мне покажете там несколько приемчиков? Самое простое для самообороны правило трех Г Это как? Глаза, горло, гениталия Самые уязвимые места на теле человека Легко запомнить, легко применить Выучено изусть Может это когда-нибудь тебя жизнь спасет А если у нападающего нож? Беги Беги Эта банда называла себя Татищевские Рэкет, убийство, вымогательство Двенадцать лет назад Всю верхушку ОПГ посадили на пожизненное Кроме швейцарца Ему дали двенадцать лет строгого режима Потому что он не был замешан в убийствах А занимался только деньгами То есть наши убитые это казначей Татищевских? Ничего себе Ну кому он мог насолить? Он же двенадцать лет сидел в тюрьме Надо поднять его досье Все старые связи Родственники, конкуренты, подельники Может быть все эти двенадцать лет кто-то сильно мечтал отомстить ему Сделаем Да, Валентина Николаевна Я слышал, что Фирсова сильно зацепила Как он? Держится? Да Чуть-чуть поменьше диаметр сделай Во, давай А это для чего вообще? Если мышцы не слушаются Их надо разрабатывать Можно добавить нагрузку Иногда помогает Никогда не сдаетесь, да? А у тебя на шее это что? Это Это медальончик Ну, от мамы Типа памяти всякой такой Мама, ты знаешь, что ты в больнице? Да я один Мать умерла Давно уже А родственников никого Вот я один, как могу, кручусь на двух работах Ладно, я спать Спать Выключите потом следы Конечно Олег, ну как он там? А врачи что? Угу А сам что говорит? Нет, я еще не ездила Слушай, ты передай ему от меня, что он Ничего не передавай, я сама Все, пока, на связи У Трибушнова есть старший брат И это его единственный родственник Отлично У швейцарца по приговору изъяли все имущество Значит, после освобождения он наверняка к брату и пошел Давай его ко мне на допрос Валентина Николаевна, есть небольшая проблемка Брат инвалид-колясочник И доставить его возможно разве что только на спецтранспорте А где его взять? Ясно Значит, прокатимся Здравствуйте Привет Привет Вот Светка сказала, что по чуть-чуть можно Она сказала чуть-чуть, ты мне целую гору притащил Спасибо Ты мне придешь, что я просил Целый набор От самого мягкого с нагрузкой в килограмм Ну и до самого мощного Спасибо, Сережа Остальным, я так понимаю, лучше пока не говорить Пока не стоит Как дела в группе? С должностью руководителя справляешься? Растрепали уже Слушай, на роль командира ты подходишь лучше всех И по опыту, и по личным характеристикам Да, шеф то же самое сказал Я не слышу радости в голосе Светка еще не в курсе Даша меня прибьет сразу же Начнется или я, или СОБР Я надеюсь, что это все ненадолго Возвращайся быстрее, а Пионер Вот Здорово Пионер, отлично выглядишь Командир, приветствую Я готов махнуться местами Кстати, угощайся Нет, я на больничных харчах не выдержу А я бы махнулся на денек Тут медсестрички симпатичные Слушай, Ромео, здесь семь медсестр меньше сорока и так тебя знают А после сорока ничем хуже Так, перевоспитайте Ромео, пока я здесь прохлаждаюсь Это приказ Ладно, что нового в СОБРе? Когда новое учение? Да, пока неизвестно Пионер походы наркомана из магазина Его кто-то предупредил о штурме А пират думает, что у него был подельник Данила Когда он на тебя напал, он был один? Может, рядом еще кто-то был? Да нет, там никого не было, я бы заметил Но было же темно ночью Так в арке темно, во дворе это освещение Там точно никого не было Интересно Валентина Николаевна, я-то подумал А что, если нам допросить других членов Татичевской ОПГ? Кречетов, она распалась двенадцать лет назад Ну, тех, кто еще сидит Мало ли, всплывут какие-нибудь давние разборки Опять же, сокамерников Мало ли, что бывают конфликты Карточный долг Пойдем Пойдем Дома, слышишь? Олег Требушной Откройте, это полиция Нам нужно поговорить Мы знаем, что вы дома Инвалид-колясочник Может дотянуться до Глазка? Что? Назад! Назад! Спасибо Вызывайте кавалерию Следователь Ермошина Вызывайте подкрепление У нас тут перестрелка Полиция! Стоять, полиция! Я буду стрелять! Черт! Глазер, в сторону! Потерпите, я вызову скорую Сейчас Что надо было? Вы меня слышите? Что они хотели? Мед Что? Мед Что мед? Черт Видите, по поводу ранения Все под контролем Если вдруг не сможешь вернуться в ГБР Пойдешь ко мне замом И на полигон Бойцов учить Инструктор с твоим опытом А есть золото Просто знай Что бы ни случилось Мы что-нибудь обязательно придумаем Слушай, я в штабе работать не буду Моё призвание – это улица, группа быстрого реагирования Я нигде себя больше не вижу Я тоже себя нигде не видел до ранения Понимаю, такие вещи сложно принять Мне тоже было непросто Я помню Я тогда Полина очень помогла Она меня За шкирку вытащила из депрессии Да, моя сестренка – настоящая жена офицера Я в радости и в горе Иногда жизнь нас не спрашивает Вить А просто стоит перед фактом Мне было десять лет Когда мы его отца серьезно ранили Никто тогда не верил, что он восстановится А он восстановился И не просто восстановился, а вернулся в строй Но кроме нас с Полиной никто не знает, через что он прошел Долгими часами, стискивая зубы от боли Он тренировался, разрабатывая ногу снова и снова Я ему тогда сказал Папа, становись, тебе больно Знаешь, что он мне ответил? Если мне больно, значит я жив Да, Игорь Хирсов был титаном А еще он меня научил, что главное – это дух, характер Только благодаря силе духа Боец сможет нести на плечах раненого товарища 30 километров по тайге А мать сможет оттолкнуть машину, которая едет на ее ребенка, понимаешь? Я вернусь Как хорошо, что я его на работе не отключаю Даже когда машина на стоянке Регистратор все записал Кречетов Здорово! Привет! И ты здесь? Да Вы знакомы? Это Валентина Николаевна, следователь Это Саша Уваров из местного угрозыска Очень приятно Ну что, разглядели нападавших? Номера были замазаны грязью Приблись Из местных? Вот черти Это Лопатин и Шарипов Местные торчки Ну а эти двое никогда ни в чем серьезном не участвовали Так, наркота по мелочи, скупка краденого, гоп-стоп Мелкие сошки Но, видимо, уже нет Мне нужны их адреса Да без проблем Работает СОБР! Всем оставаться на местах! Не двигаться! Руки за голову! Где Лопатин и Шарипов? Походу их здесь нет Блестяще Ясно СОБР отзвонился Они устроили облаву по всем адресам из досье Лопатина и Шарипова Но тех нигде нет И что будем делать? Объявлять в розыск? Конечно Учитывая то, что они чуть ли не на наших глазах убили человека Нам теперь нужно понять, кому и зачем это было нужно Может кто-то из жертв статической банды узнал, что требушной выходит И заказал этим наркоманам убийство его брата? Например, и зачем? Инвалид перед смертью сказал мед Не мед, а именно мед Медаль, медсестра, медицина Медицина, но учитывая то, что он инвалид Я тоже первым делом об этом подумал Угу Слушай, а разве сегодня твоя очередь мыть посуду? Нет Очередь Дианы Но я ее пожалела Тем более она только что сделала маникюр А с каких пор это у нас такие поблажки? Ой, да ладно! Пускай отдыхает, пока есть такая возможность Я думаю, ей придется много мне помогать, если появится малыш Поэтому пускай пока отдохнет Кстати, а кто у вас в группе теперь старший? Пока никто Ждем пионера В смысле? Быть такого Собрия не может Только не говори, что это ты Богатов Ну, клянусь, это временно Только до тех пор, пока не вернется Фирсов По поводу возвращения Фирсова Я только сегодня говорила с нашим ортопедом Он сказал, что подвижность руки скорее всего восстановится полностью Но функционировать как раньше она уже не будет И любое резкое движение будет сопровождаться острой болью И как долго? Скорее всего всегда Он уже знает? Нет Я боюсь ему говорить Пускай лучше ортопед скажет Но он скорее всего не вернется И твоя временная работа превратится в постоянную А я на это не подписывалась Я как твоя жена и мать твоих детей имею право голоса И я говорю нет В общем твои трефы вчера такую балундру устроили Отработали все адреса, где могли залечь эти наркоманы И все впустую Помнишь такой закон? Если в одном месте происходит два Необычных инцидента То скорее всего они связаны между собой Ты о чем? И о нападении на моего соседа по балате Это один и тот же микрорайон Мало ли обычных преступлений по районам Валя сейчас отрабатывает соцпомощь За инвалидом их медсестра ухаживала А последнее слово, которое он успел произнести – мед И они подумают, что это медсестра Не положить на так Это же логично Черта здоролек Пошли Куда? Пошли, пошли Что происходит, а? Данила Твой медальон Можно его посмотреть? Знаешь, говоришь, тебе его мама подарила? Угу А откуда он вообще, знаешь? Это без понятия Ну, у меня мама болела сильно И когда было уже понятно, что, ну, уже все Ей пару месяцев осталось Она мне его дала Говорит – хорони А почему спрашиваете? Твой отец, ты вообще знал его? Да не, есть какие-то смутные воспоминания, что к нам какой-то мужик приезжал И подарки мне там дарил, ну, игрушки всякие А потом пропал Мама вообще говорила, что мой отец умер, когда я мелкий был А это был его друг А чего такое? Боюсь, твоя мама всей правдой не сказала Судя по всему, фамилия твоего отца – Требушной Я умер он два дня назад, и это принадлежало ему Координаты Я вообще не знал, что эта штука открывается Есть такое место? Ошибки быть не может? Валя – это широта и долгота Я вбил координаты в телефон Карта показывает точку в двенадцати километрах от города Может, сразу и прокатимся? КОНЕЦ УСМЕНТЫ АВТОМОН УСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Витя, а где твой сосед по палате? На перевязку повели. Может, я со всеми бегать должна. Парни, что сотового нет? Алло. Он на перевязке. Нет. Освободиться минут через пять. Нет. Освободиться минут через пять. Я, конечно, понимаю, что вы очень переживаете за своего родственника. Но для этого у нас есть справочная. А вы звоните на отделение. Угу. Спасибо. Кто это был? Данилу спрашивали? Да. Уже третий раз звонят за последние полчаса. Как с цепи сорвались. Я не понимаю, если они так переживают за своего племянника, купили бы ему сотовый телефон. Тысячу рублей сейчас уже стоит. Где перевязочная? Вон там. В проводе. Вить, ты можешь мне объяснить, что случилось? Я боюсь, за ним пришли. Из-за его медальона уже убили двоих людей. Он может стать следующим. Вот тебе раз. А куда он подевался? Я же сказала здесь сидеть. Кто Данила? Лестница. Вить, постой. Ты куда? Витя? Звони Богатого. Всех сюда. Срочно. Хорошо. Давай. Ребушнова не просто так называли швейцарцем. Типа Швейцария, банки, финансовый центр. Ребушной был финансовым центром этической банды. Держатель общака. У него во время следствия нашли крупную сумму. Но, видимо, это было не все. Они похитили Требушнова, когда он вышел из тюрьмы. Под пытками он рассказал, что ключ от тайника находится у сына. Тогда они напали на пацана. Им не повезло. Они похитили все, кроме медальона. Ни в телефоне, ни в других вещах они ничего не нашли. Да. И они пришли к брату Требушнова как единственному, кто мог что-то знать. И он действительно знал про медальон. Перед смертью хотел дать нам подсказку, чтобы спасти племянника. Через километр направо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ну, стоять! Я вызвала полицию и предупредила охрану. Лята, уходи! Отвали назад! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Выезд из больницы перекрыт. Вам не уйти. Отвали назад! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Даниил, правило трех Г помнишь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты как, пацан? Медальон где? Они его забрали. Я надеюсь, записка не в медальоне? Вить, ты как? Что-то не так. Медосрочный перевязочный. Ты как живой? Свет, ты как? Все со мной хорошо. Не паникуй, пожалуйста. А еще говоришь, у меня работа опасная. Как пионер? Все в порядке. У него только шов на плеча разошелся. Сейчас он занимается. Слушай, это срочно. Я вам серьезно говорю. У вас в отделении чуть человека не убили. И другие люди могут пострадать. Дайте мне телефон или Свету Богатого позовите. Тише, 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 тише. Тише, я не могу оставить это так. Я должна закончить. Да мне надо своих предупредить. Мама, вы же полицейский. Да, я полицейский. Еще минутку подождите, пожалуйста. Я должна сделать укол. Сразу предупреждаю, голова может кружиться. Ты-то куда полезла, а? Ты мне запрещаешь под пули лезть-то с тем, что я с винтовкой бегаю. Сама решила за преступниками погоняться? Ну, а как бы я Витю одного оставила? Пионер! Срочно звоните Шмакову. У них на руках координаты. Езжайте следом, а то срочно работаем. У вас что тут теперь штаб? Свет, дай мне телефон позвонить. Да, держи. Пойдем, Николаевна. Кажется, здесь. А ну-ка. Нашли что-нибудь? Да похоже. Да, Свет. Олег, это я. Вы где сейчас? Мы на месте. Кажется, нашли. Эти упыри едут к вам. Богатого звонил уже. Ну, слушай, с двумя наркошами мы с речетом как-нибудь разберемся. Все гораздо хуже. Это не просто наркоты. Да они не могли знать про общак банды. Это тот опер. Какой опер? Уваров. Они все с его района. У него наверняка на них есть компромат. Они для него делают всю грязную работу. Он знал про общак и про Требушнова из служебных документов. Слышишь? Он знал. Вить? Витя, алло. Девочки, пост, помогите. Витя. Витя. Ну-ка дай лопаточку. Ох, лихо вы, Вальтина Николаевна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отлично. Коллеги, при всем к вам уважении, вот это мое. Лопатку аккуратно положили на пол. Аккуратно. А теперь все дружно на выход. Выходим. Ты же понимаешь, что он тебя убьет? Зачем ему такой свидетель? Зачем ему делиться? Пать закрыла? Хорошая идея. Прочитал в архиве про общак банды и решил его присвоить. Да я двенадцать лет назад узнал от стукача, что этот козел в требушной где-то полдопщика припрятал. Прикинь, сколько лет я ждал. Аккуратно! Аккуратно! На землю! Руки, чтоб я видал! Не стреляй! Не стреляй! Я стою! Валь, ты как? Нормально. Как вы нас нашли? Благодарю бывшего мужа. Благодарю бывшего мужа. Ну все, следующее уже только утром. Отдыхайте. А не умей я отдыхать. Да вы главное, духом не падайте. У меня дядя тоже всю жизнь с рукой мучился. У него вот все прям как у вас было. Водить не мог, работать физически. Но ничего, он выкрутился и успешным человеком стал. Что значит прям как у меня? Вы извините. Я, наверное, не должна была вам этого говорить. С дядей-то это когда было. А сейчас технологии другие. Вы, вы извините меня. Спокойной ночи. Так. Алилуша. Привет. Привет. Как ты? Да бывало и получше. Ты уже знаешь. А я вот только-только узнал. Никто понятия не имел, как тебе об этом сказать. Учитывая твою любовь к профессии. Спасибо, что напомнила. Ты прости, что я не приехала сразу, когда прогнозы врачей услышала. Не знала, что тебе говорить. А тебе что изменилось? Как насчет того, чтобы начать все снова? С чистого листа. Ты и я. 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 Я.